Я уже говорил об этом, меня очень интересует и волнует проблема припиской впадины или прогиба, кто как его называет. Внутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Вы изучали эту проблему, если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать, но так, чтобы мы нарастили добычу нефти хотя бы 3-3,5 миллиона тонн. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. Но если еще и атомную станцию одну построим, слушайте, страна будет обеспечена всем необходимым, особенно энергией. Хотя нам надо еще эту энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим, за электромобилями. И спасибо вам, что вы занялись вот этими заправками электро. Я вижу, что продвижение очень серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Вы не стесняетесь об этом говорить откровенно, вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или как у нас модно говорить, крыша, ну так вот крыша. Председатель Совета всегда вас поддержит и надо любой документ, мне напрямую доложит. Если это надо, нет. В правительстве продвинет ту или иную идею. Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. Ну а для электромобилей нужны заправки быстрые, очень быстрые. И в Витебске вроде мы можем это делать. Надо тогда активнее разворачивать эту работу. Но, Александр Ильич, если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять. И не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны. Продолжение следует...